В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Мы за чистый город. В Сарове проходят субботники. Редкое для наших широт явление – северное сияние – наблюдали в Нижегородской области. Не дотянули. Хоккейный клуб «Саров» уступил в борьбе за звание чемпиона области. Далее расскажем обо всем подробно. Пруд «Боровое» или «Тропа здоровья» до 30 мая саровчане могут принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор горожанам две территории. После того, как будет известен участок-победитель, пройдет общественное обсуждение его благоустройства. А уже потом специалисты приступят к проектированию. Ну и предварительная концепция того, что хотелось бы увидеть в этих местах, уже есть. Например, благоустройство «Борового» предполагает создание фонтана в центре водоема, создание зон пикников, спортивных и детских площадок. На «Тропе здоровья» в первую очередь предлагают заменить асфальтовое покрытие, установить тренажеры и сделать видовые площадки. Голосование за территорию проходит на сайте kgs.golosza.ru К весне готовые представители центра ЖКХ «Гор автотранса» и департамента образования провели субботник на лестнице «Миру мир». Уборку на территории организовала территориальная профсоюзная организация. «Хочешь, чтобы вокруг было чисто? Начни с себя» – фраза, хорошо знакомая членам территориальной профсоюзной организации. Каждую весну они вносят свой небольшой, но значимый вклад в преображение родного города. Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка. Субботники – добрые традиции, объединяющие поколения. Люди выходят убирать свои дворы, озелененные территории, парки. С каждым годом эта экологическая акция объединяет все больше неравнодушных саровчан. Привести в порядок лестницу «Миру мир» пришли представители центра ЖКХ «Гор автотранса» и департамента образования. Работали быстро, четко и слаженно. В начале субботника разделили обязанности – собрать старую листву, ветки и мусор, подместить ступени, расчистить щебень в надписи. С задачей справились оперативно. Субботник проходит на одном дыхании. Во-первых, мы всегда рады встрече с нашими союзными активистами. И само по себе это мероприятие очень доброе. И хочется, чтобы побольше людей принимали участие в субботниках и делали наш город более чистым и красивым. С 10 апреля в Сарове проходят мероприятия в рамках месячника чистоты и благоустройства. В нем уже приняли участие более 600 человек. С территории города убрано более 150 кубометров мусора. Делают город чище представители администрации Сарова, депутатского корпуса, муниципальных предприятий, ядерного центра, образовательных и общественных организаций, работники культуры, а также неравнодушные горожане. Среди них есть постоянные участники эко-акции, а также те, кто решил присоединиться к ней впервые. Сегодня впервые присоединилась к субботнику. Мы вместе с командой убирали лестницу «Миру мир». Было очень приятно потрудиться на благо нашего города, привести в порядок эту достопримечательность, ну и, конечно, получить эмоции от общения со всей командой. С 24 по 28 апреля пройдет акция по озеленению тех дворов, где соответствующую инициативу проявили сами жители. В городе появится 150 рябин и кленов. Эта акция подразумевает объединение усилий муниципалитета, который привозит саженцы и землю, и граждан, которые осуществляют посадку и уход. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Маленькие саровчане и их родители могут принять участие в конкурсе «Чтецов ко Дню Победы». Он пройдет 2 мая в Клубе «Мечта» в 18 часов. Возраст участников от 5 лет. Лучшие чтецы выступят на празднике «Наследники Победы» 4 мая. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Северное сияние наблюдали в Нижегородской области вечером 23 апреля. Своими фотоэмоциями по этому поводу жители делились в соцсетях. Сияние, в частности, видели вблизи Сарова, Выксе, Шаранге, Перевозе, Нижнем Новгороде. Причина явления в том, что на землю прибыл солидный выброс солнечной массы. Увидеть сияние, помимо Нижегородцев, могли жители Твери, Волок, доказания других городов, расположенных до 53 градуса северной широты. Социальный фонд будет уведомлять наследников о возможности получить накопительную пенсию. Форму такого извещения разработал Минтруд России. Рассылать их будут через портал Госуслуг. Напомним, что средства пенсионных накоплений имеются не у всех. В 2002-2004 годах они формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. Мы можем больше. Глеб Никитин призвал нижегородцев предлагать идеи по развитию региона для форума «Сильные идеи для нового времени». На нем выберут 100 сильных предложений по развитию страны и регионов, а потом помогут их реализовать. Нижегородцы уже начали предлагать свои идеи. Например, открытие линий по переработке дикоросов и их продаж туристам. Создание центров поров ориентации на базе детских библиотек. Запуск научно-творческой лаборатории народных художественных промыслов. Подать заявку на форум можно до среды 26 апреля на сайте идеи.росконгресс.рф Аварийность снизилась. 9 ДТП с пострадавшими произошло в Сарове за первые 3 месяца года. Травмы получило 12 человек. За аналогичный период прошлого года зафиксировали 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 16 саровчан. Итоги первого квартала года подвели в Саровском ГИБДД. 7 ДТП с материальным ущербом и ни одного с пострадавшими. Основные причины аварии на минувшей неделе – нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил движения задним входом. В трех случаях причину установить не удалось, так как водители скрылись с места ДТП. Сотрудники ГИБДД также выявили 115 административных правонарушений. По статье 12.29, это часть 2, это велосипедиста. Нарушение правил дорожного движения велосипедистами был привлечен 1 человек. По статье 12.29, это нарушение правил дорожного движения пешеходами, было привлечено 5. По статье 12.27, часть 2, оставление места дорожно-транспортных происшествий, 3 было водителя задержанных у нас. В Саровском ГИБДД подвели итоги за первый квартал года. Согласно статистике, снизилась аварийность. 9 ДТП с пострадавшими произошло в Сарове за первые три месяца года. Травмы получило 12 человек. За аналогичный период прошлого года зафиксировали 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 16 саровчан. Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими показывает, что основным видом дорожно-транспортного происшествия является у нас столкновение транспортных средств, также наезд на пешеходов, превышение скоростного режима и съезд с дороги. Основные причины аварии – нарушение требований дорожных знаков и светофора, несоблюдение скоростного режима, пренебрежение правилами пешеходной разметки, выезд на встречку. С целью профилактики ДТП сотрудники госавтоинспекции провели 13 профилактических акций. Баху, струба, автокресло детям, внимание, пешеход. Хотел обратить внимание, что в первую половину апреля на территории Нижегородской области количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних выросло на 120%, это с 15 до 33, а число раненых у них детей на 84%, это с 19 до 35. С 24 по 30 апреля в Сарове пройдет информационно-пропагандистское мероприятие «Детям безопасную дорогу». В его рамках проведут профилактические беседы с детьми в образовательных организациях, а также беседы в трудовых коллективах. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И к спортивным новостям. Хоккейный клуб «Саров» занял второе место в чемпионате Нижегородской области в высшей лиге. В четвертой игре финальной серии саровчане уступили команде Сеченова со счетом 4-5. Подробности далее. 50 шайб за 16 игр сезона пропустил в свои ворота хоккейный клуб «Саров». А за 4 матча финальной серии ворота нашей команды забросили 27 шайб. Оборона в этом сезоне дала слабину, считает главный тренер «Сарова». Ошибки привели команду на второе место в турнирной таблице чемпионата области по хоккею в высшей лиге. Эмоции, конечно, не такие, как от третьего места. Они должны быть положительные. Третье место выигрывается, первое выигрывается, а второе проигрывается. Но, тем не менее, мы собрали полную коллекцию. Мы были третьими, мы были первыми, мы были вторыми. В этом сезоне принципиальным соперником нашей команды стал клуб «Сеченова». В финальной серии игр сеченовцы изначально взяли лидерство, подряд выиграв две игры. Затем в третьем матче сарового овертайме удалось вырвать одну победу. Счет стал 2-1, но окончательно свое лидерство Сеченова утвердил в выходные на своем льду. Для них эта победа первая в чемпионате области. Хочется поблагодарить нашу команду за ее проявленное терпение в этих финальных матчах, которые нам дались очень тяжело. Сарок достойная команда, очень интересная команда. И с ней всегда очень сложно играть, что в течение сезона, что в течение всего, скажем так, финала. В этом сезоне Сарову удалось сохранить костяк команды. Большинство игроков и в прошлом году выступали за нее. Однако его подопечным не хватает мотивации, считает главный тренер Сарова. У лугаев «Сеченова» есть деньги, есть глава, которая помогает. Конечно, они больше хотят, больше мотивированы. У нас тоже есть глава, у нас тоже есть деньги, но не такие деньги, которые могли бы замотивировать так, чтобы люди выходили и ложились там под шайбу, бросались зубами. А Сеченова в 10 человек показывает, что чемпионат выиграли. В свое время там шайбу 10 человек выиграли. То есть, а мы в три пятака едем, думаем, что все будет хорошо. Ну, в этом сезоне вот сложилось все так. Шестой игрок нашей команды – болельщики. Без их горячей поддержки не остается ни один матч. Болельщиков Сарова знают в лицо и в Сеченове, и в Кстове, и во всех городах, где проходили игры Сарова. В решающем матче группа поддержки также не оставила свою команду. Хотелось бы от лица команды, от своего лица еще раз поблагодарить, во-первых, наших болельщиков, которые везде, и в Таншаево, и в Сеченово, и в Кстово, везде есть за нами на автобусе отдельно. Это очень приятно, спасибо им большое. Ну и также других болельщиков, которые ценят не только родителей, у которых дети играют там, не только жены, у которых мужья, но и также всех любителей хоккея с окончанием сезона. Увидимся. Второе место в чемпионате области в высшей лиге досталось и Саровскому баскетбольному клубу «Ато». Решающие матчи прошли в выходные в столице региона. В первом матче Саров уверенно обыграл «Авангардстрой» 79-47. В матче за финал наша команда играла с Нижегородской сельхозакадемии с «Шор 7» из Нижнего Новгорода. Саровчане уступили со счетом 70-82. Первенство Сарова по самбо прошло в выходные на Икаре. На ковер вышли более сотни воспитанников спортивной школы в возрасте от 6 до 16 лет. На открытии соревнований побывала и наша съемочная группа. Егор Смагин почти 6 лет занимается самбо. В секцию его привели родители, и мальчику сразу понравился этот вид спорта. Его наставником стал Виталий Михайлов. Сейчас Егор тренирует Максим Тарасов. С тех пор мальчик добился больших успехов. На его счету победы и призовые места в городских выездных соревнованиях. На прошедшем выходные первенстве Сарова по самбо Егор также взял верх над соперником. Я буду добиваться новых успехов. Может, когда-то займу, буду каким-то чемпионом мира. А за что тебе самбо нравится? За эти приемы, красивые броски, красивая очень борьба. Тут без травм как-то обходится. Броски тоже интересные. Всего в первенстве по самбо в спортивной школе Икар приняли участие около 140 воспитанников. Этот традиционный турнир проходит два раза в год. В первый соревновательный день на ковер вышли младшие ребята. Во второй пришла очередь показать свое мастерство старшим. По правилам борьбы самбо, три минуты грязного времени. К классическим правилам борьбы самбо. Как вы знаете, борьба самбо сейчас уже стоит у нас в очереди в олимпийский вид спорта. То есть, возможно, через какое-то время мы увидим наших самбистов на Олимпиаде. Это наш отечественный вид спорта, который разрабатывался еще в начале прошлого века для войск, спецподразделений, для милиции и так далее. Дословный перевод – самозащита без оружия. Есть спортивное самбо, есть боевое. Сегодня этот вид борьбы активно развивается в нашей стране. В Сарове возрождать самбо начали в последний год, после того, как к работе тренера на Икаре приступил чемпион мира и Европы по смешанным боевым единоборствам ММА Максим Тарасов. До этого в основном уделяли внимание рукопашному бою. Результат постоянных тренировок и частых выездов на соревнования могли оценить зрители городского первенства. Участники старались продемонстрировать все свои полученные навыки. Поединок был в принципе довольно-таки сложный, но противник тоже был такой сильный. Задней подножкой кинул его на 2 балла, а то передняя 4 балла и удержание половины удержания 10 секунд на 2 балла. Победители и призеры в каждой весовой категории получили дипломы. Кроме того, участники, занявшие первые три места, будут представлять наш город на ближайших областных соревнованиях. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА